на портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня вот такой у нас тяжелый вопрос мне 14 никому не нужна жить не хочется думаю о смерти как мне быть сложное состояние тяжелое именно в 14 лет многие люди так себя и ощущают потому что к 14 годам человек начинает ощущать себя уже по-настоящему взрослым начинает ощущать свое одиночество начинает ощущать свою ненужность даже в той ситуации если этого нет на самом деле как написала об этом пушкинская татьяна вообрази я здесь одна никто меня не понимает рассудок мой изнемогает и молча гибнуть я должна по оценкам исследователей татьяна лариной было как раз 13 или 14 лет то есть эти строчки полно характеризуют как раз состояние метущиеся души подростка но надо честно признать что скорее всего и сам человек в этом возрасте себя не понимает до конца и рассудок его изнемогает хотя бы просто потому что он еще не окончательно даже физиологически созрел поскольку некоторые отделы вашего головного мозга окончательно формируется только 20 21 годам и здесь можно как бы это ни звучало на первый взгляд унизительно для своего подростка мы понимаем что и самым должен понимать что в этом возрасте некоторые области его головного мозга пока просто физически не сформированы именно поэтому тот самый дисбаланс и часто трагическое восприятие мира и возникает потому что чувства переполняющие подростка сформированы уже вполне а вот рассудок который изнемогает как сказала об этом татьяна ларина или как в данном случае пишет автор письма жить не хочется думая о смерти как мне быть пока не может не дать внятных ответов ни внешних ни внутренних поэтому очень часто этот возраст нужно просто пережить к сожалению в этом возрасте случаются трагедии люди действительно заканчивают жизнь самоубийством иногда из-за несчастной любви иногда из-за непонимания иногда из-за просто дикой боли которая сопровождает жизнь я имею ввиду не физическую боль а боль душевную которая никак не может найти своего утоления или объяснения или хотя бы просто компенсации надо постараться пережить нужно сказать себе нет я точно не буду выходить в окно и ничего с собой такого не сделаю если вдруг подобные мысли становятся совершенно навязчивые вы и вы понимаете что вы готовы ему ступить надо не постесняться обратиться к специалисту нужно сказать об этом родителям нужно сказать об этом педагогу нужно сказать об этом врачу и вы получите необходимую помощь которая поможет сохранить вам жизнь а дальше сохранив жизнь вы через несколько лет с удивлением увидите что в жизни есть смысл что в жизни есть много понимающих вас людей что в этой жизни есть много задач много целей много радостей просто раньше вы их не замечали Не чувствовали. Возможно, не было чем почувствовать. Возможно, они вас не радовали, а будут радовать. Вы знаете, однажды мне один уже сильно возрастный человек сказал, ты знаешь, я, когда мне было 14, собирался покончить жизнь самоубийством, потому что от меня ушла моя девушка. А сейчас я не могу вспомнить, как ее звали. Это было сильное чувство. Это было то, ради чего я жил. Но я понимаю, что прожив уже после этого 3 года, 5, или как сейчас, уже 40 лет после этого прошло, я понимаю, что да, это было сильно и важно, но из-за этого точно не стоило умирать. Вот ваша жизнь, в ней будет еще очень много всего наполненного смыслом. Дай Бог будет семья, дай Бог будет работа, дай Бог будет счастье. Что может послужить для вас опорой сейчас, так же, как и всегда, потом, в дальнейшем, во все дни жизни вашей? Конечно, вера в Бога. Господь, даже если все реально вас оставили, даже если все так плохо, что кажется, хуже быть не может, можно вспомнить слова пророка Исаии. Вот как он об этом пишет. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Господь через пророка говорит нам удивительное обещание. Никогда нас не забывать, всегда быть рядом с нами, всегда поддерживать нас. Бог близко от нас. Но мы можем этого не чувствовать, потому что мы к нему не обращаемся. Поэтому первое, что стоит в этой ситуации делать, это попробовать молиться. Раз вы написали на библейский портал, значит, вы так или иначе верите в Бога. Даже если ваше письмо оказалось у нас случайно, и вы в Бога не верите, попробуйте обратиться к нему условно. «Господи, если ты есть, помоги мне, пожалуйста, мне совсем хреново, мне совсем плохо, я не знаю, как мне дальше жить, я больше не хочу жить». Я не сомневаюсь ни секунды, что Господь вам ответит, и Господь вас поддержит. И в нем, и с его помощью вы сможете обрести тот самый смысл, которого сейчас не видите, не чувствуете. Храни вас Господь, не совершайте необратимых поступков в вашей жизни никогда, и сейчас тем более. Подписывайтесь и поделись этим видео.